В рождественские новогодние праздники всегда хочется чего-то особенного. Больше красоты, общения, радости. Несмотря на то, что в целях безопасности в эти праздничные дни в Риме ввели супер-крин-пасс, гостей в Риме все равно много. Да вы и сами видите. Мы находимся на одной из самых прекрасных площадей Рима, на площади Навона. Эта площадь славится тем, что в античные времена здесь находился стадион Домициана, на котором проходили атлетические соревнования. Площадь Навона повторяет форму древней арены. Остатки от стадиона находятся под площадью на глубине 5 метров. А трибуны стадиона стали фундаментом для таких дворцов, как Палаццо Браски и Палаццо Памфили. Император Домициан понимал, что зрелища необходимы народу, и он построил стадион. Еще с тех времен здесь собиралось много народа. Еще площадь Навона знаменита своими великолепными фонтанами. Фонтаном четырех рек, фонтаном Мавра и фонтаном Нептуна. Фонтан четырех рек выполнен по проекту Бернини. Он символизирует величайшие реки мира. Нил, Ганг, Дунай и Лафлата. Фигуры четырех рек были выполнены учениками Бернини. Сколько бы раз я не приходила на площадь Навона, фонтан четырех рек завораживает и притягивает к себе. Хочется ходить вокруг него, рассматривать и рассматривать. Площадь Навона великолепна. Когда вы будете планировать поездку в Рим, и у вас станет вопрос, где остановиться. Одно из мест, где бы я посоветовала вам остановиться, это рядом с площадью Навона. И тогда у вас будет возможность несколько раз в день проходить по этой шикарной и роскошной площади. Первое впечатление о Риме очень важно, ведь оно бывает только один раз. Я очень ценю за искренность моих туристов. Они делятся своими эмоциями о городе. Совсем недавно у меня на экскурсии была пара. Они поселились в отеле возле площади Навона, и первое, что они увидели в Риме, это была площадь Навона в вечернем освещении. Татьяна плакала от счастья, что вживую смогла увидеть эту красоту. А ночью не могла уснуть от мыслей, что еще ей предстоит увидеть в вечном городе. Утром при нашей встрече она рассказала мне о своем первом впечатлении о Риме со слезами на глазах. А муж ее нежно обнимал за плечи, целовал и радовался, что они наконец-то приехали в Рим. И я думаю, что это не последний раз. Рим. Очень приятно вновь видеть художников на площади Навона. Без них площадь казалась пустой. Когда я публиковала в Инстаграм небольшой кусочек видео с этим художником, мне тут же прилетел комментарий от моей подписчицы и зрительницы. Она написала, что этот художник нарисовал ее дочь, когда они были в Риме. Дорогие друзья, мне очень приятно дарить вам приятные минуты воспоминания. Я функрую свою школу. Можете, сколько времени? 20 минут. 20? Сколько стоит? 4-30 человек. 30, даже если есть больше человек? Нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Каждый день с 17 часов и до позднего вечера на фасаде Палаццо Браски и Палаццо Памфили будут показывать проекции. 14 работ великих мастеров от Микеланджело до Бернини. В прошлом году световые проекции сопровождались специально подобранной музыкой. В этом же году все без музыки. Если бы не уличный музыкант, который своим исполнением поднимает всем настроение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После обеда я решила немного погулять по центру. В первую очередь мне хотелось приехать в Ватикан, посмотреть на вертеп на площади Святого Петра и в Базилики. Но чтобы пройти через рамку металлоискателя, нужно отстоять огромную очередь. Нет, я стоять не буду. Лучше приеду на днях утром и спокойно пройду. Вертеп, который был открыт в этом году на площади Святого Петра, был сделан в Перу пятью известными художниками. Композиция вертепа состоит из 30 разных фигур. Фигура младенца Иисуса, как положено, была помещена в ясли в ночь на Рождество. Все фигуры – Мария, Иосиф, пастухи – все одеты в национальные перуанские костюмы. Мы видим даже фигуры животных, которые обитают в Перу. Весь вертеп выполнен в натуральную величину из керамики. В эти праздничные дни в Колонаде-Бернине можно совершенно бесплатно посмотреть выставку «100 вертепов Ватикана». Вертепы изготовлены из самых разных материалов. На выставке представлены 126 вертепов со всего мира. Они были сделаны в таких странах, как Германия, Венгрия, Перу, Индонезия, Тайвань, США, Колумбия. Продолжение следует... В выставке также принимали участие разные организации Рима. Вот, например, транспортная компания «Атак». Она сделала свой вертеп в автобусе. Дорогие друзья, вот и подходит к концу 2021 год. Пора подводить итоги, намечать новые вершины и идти вперед. Давайте оставим все плохое, ненужное в уходящем году. Ведь в новом году нас ждут прекрасные и замечательные события, которые обязательно принесут много радости, энергии и оптимизма. Радуйтесь каждой мелочи. Ищите повод для улыбок и позитива. Счастья, радости, любви вам, дорогие друзья. С наступающим Новым годом!